Спирит взял Азвела? Чёрт, а я забыл про Аверлей. Да, ну в общем, это не так страшно, чем Азвел Спирита, потому что Азвел очень сильный персонаж. Если он его подготовил... Посмотрим, что может придумать Спирит. Только я сказал, что у нас нет сильного Азвела, как вот он влетает и со своим слабым лоу-топором Продолжает миксапы, не угадывает рет, теперь у нас Гро. Миксел так. Гип, гип-бросок, должно хватить на Мага. Нет, Миксель ХП остаётся у Гро, но, видимо, не знает Спир, что там два удара, лоу-мид. Неплохое контур пошли. Хорошо, хорошо, держит на расстоянии. И просто из ниоткуда влетает Леттл Хит с А плюс Б от Гроха. For the Human Race летит Азвел спасать человечество. Очень неприятный удар, честно говоря, на полкарты Гард Брейк. Ох, какой хороший степ. И как-то странно продолжает камбу у нас Спирит, но забирает этот раунд. Он там должен лаунчить, он должен лаунчить. Да. Так, и... Не удаётся отстепить это... Ох, как хорошо степит Спир у нас. Но отжирает какую-то хрень в контр-хит. Абсолютно незачем ему это было делать. Ну, иногда это сложно сделать. Хорошая отмена стойки. Хорошая отмена стойки. Да. Вроде не сразу, не с первого патча Гро степил после отмены стойки, да? Ну, да, но это, в первую очередь, нам может Лев подсказать, который, в принципе, на специалист по этому специалисту. О, значит, после патча степ и стойки улучшили, он стал более быстрый, но приобрёл свойства, что удары попадающие стали в контр-хит. А, вот как бы и бафнули, и понерфили. Ну, как бы, справедливо, считаю. А чем временем... Ой-ой-ой, какой хороший рид от спира. Ну, оказался спиной. Читает все удары, и это Лев подсказка не угадывает, пытался регикнуть, но нужно было степить. Забирает первый бой. Очень мало, кстати, лоу-тапора было, хотя там, по раз, его спир наказал, но вряд ли он так сильно... Гром может наказать минус 20 из ниже. Короче, может быть, там VSA или там, у него какое-то такое. Лоу-тапор, лоу-тапор сейчас минус 24. Сейчас минус 20 лоу-тапора, по-моему. А может и минус 24, может быть и минус 24. Он 27, наверное, и минус 24. Хотя, в целом, тоже, я не знаю, что там Гром может... Ну, направляется через 8А плюс Б, то есть таким лаунчем высоким. Я просто не очень уверен, что у всех такая реакция фрейм-фрейм. Да. Ну, он... Но вообще на лоу-тапоре хороший блокстан. Да, да. То есть там можно успеть ввести. То есть там можно успеть ввести. Не сложно наказывать. Если заблочил, то там успеваешь. Хороший рит от спира. Ох, да. Хороший литл хит. Продолжает прессинг. Там другая комба должна быть, потому что я недавно Азвелла тебя смотрел. Но, видимо, Спир у нас меньше посмотрел Азвелла, точнее, Спирит. Ох, угадывает Ре. Отличные вейки от Спира. Рита. Чёрт, у них такие похожие ники, я путаюсь. Буду называть, собственно, персонажами. Хороший прессинг от Азвелла, но... Хороший рит. Просто прочитал. Да, прочитал Гро этот Ре, сделал туда плюс Б и... Забрал этот раунд. Какая неприятная эта нога. Мне вот... В моём матче она мне очень много проблем доставила, конечно. Ну, потому что эта нога не панишет кошмаром. Там минус 12 вроде. Отлично. Дайте Найтмару 12-ю прайм-вудар. Пожалуйста, Акуба. Акуба, я знаю, ты нас смотришь. И почему-то... Почему-то Азвелл всё это время сидел. Ну, как-то Анат, может, он хотел сейчас... Видел тот костюм, типа... Может быть, он пытался степить? Да, у Азвелла явно проблемы начались. Да. Просто не знает, что делать сейчас Азвелл. Вот, пошёл в прессинг. Возможно, мы увидим слабый лоу топор. Нет, он перешёл в другую стойку. Сейчас он в топоре. Мы можем увидеть слабый лоу. Слабый лоу не так просто увидеть. И... Мимо. И нет! Он не попадает в СЕ. После патча Гро бафнует эту штуку. То есть сейчас... Просто так телепорт СЕшкой не полет. Кулачина в воздух помогла сейчас Азвеллу уйти от всяких страшных телепортов и миксапов из стойки Гро и забрать раунд. Там какое-то, конечно, было насилие на экране, потому что Азвелл сделал четыре топора подряд нижних по земле. Да. И не знает, как продолжать комбу у нас Азвелл почему-то. После Леттл... Нет, это не ринг-аут. Кто-то игрой не продолжает наделаться на ринг-аут сейчас. Откидывает Азвелл. Вот этот ударчик, он Тахаец, если что, там можно присесть. Но там очень ранний Техкрауч. Там, по-моему, какого-то твердого, что ли, фрейма. А что это за удары? Это 2-2. Он там переходит потом в мячи. И там, по-моему, Хаи его не перебиваются. То есть из его Сорда. Я не помню, как он точно называется. Но вот там в мячи переходят потом. Там вот Хаи не перебиваются у него. То есть такой небольшой фреймтреп. Я не очень понимаю, зачем все-таки взял Азвелла у нас спирит. Но, то есть, может быть, он хотел вам его показать. Сейчас мы там скипли. Он играл вчера со мной. И как бы... Очень знаю. Так, вот она. Вот что я хотел увидеть. 2-б против Гро. Спирит на 2-б. Да, вот спирит на 2-б. С комбами хоть какими-то. Лучше, чем Азвелл без комб. Да. С лоутопором. 2-б с комбами лучше, чем Азвелл без комб. Ну, хотя у лоутопора, ты считай, комба целый полноценный. Лоутопор уже комба. Ох! Вбегает в этот АОЕ лоум стан с Угрох. Очень неудачно. Ох! И кулачками цепляет его. И пытается туда влезть. Во все... И это ринг-аут! Отлезь! Хороший от Спиры. Хороший пост гид, 3-б, да. Ну, оно не очень прям хорошее, но то, что он гифнул, тогда это все нормально. То есть, там оно же 17-фреймовое. Ага. Вот. А левел 2 гид, все-таки 16 фреймов, там не все может влезть всегда 3-б. Но... И еще гид! И еще 3-б! И еще ринг-аут! Матчпоинт сейчас за Спиром. Очень сильно отличается игра Спиром. от льва, вот, даже вот визуально, вот, потому что он более нагло играет у Спир. Хороший летал хит, это будет очень много дамага. Дотащит ли у нас 2-б до ринг-аута? Ну, было близко, было близко. Гин? Нету 3-б. Опять почему-то пореспектил его Спир. И лоу. Хватит дамага, да. Да, хватает дамага, но там, даже если бы не хватило, все равно ринг-аут. Да-да-да. Нет-нет-нет, а просто, к сожалению, это не комба, вот, и... Не в ту сторону после пауки имелся Спир и отожрал. Это плюс на блоке вот этой накруточки. Хорошо, хорошо, пресит Спирит у нас за 2-б. Хорошая ре. Кто выйдет победителем в этом ринг-ауте, выигрывает Спирит. Хороший дамага. Очень опасный у 2-б, прям снимает всегда достаточно. Ооо, отлично, отличный просто летал хит. Хороший прессинг-ги. Решает не угадывать по СГИ и просто активирует Сол Чарльз. Да, вот, и набегом, это плюс на блоке у нее, неприятно, то есть Сол Чарльз. Сбивает с воздуха. И почему-то, оказывается, спиной Гро в стойке. Командный бросок. Хороший, чудовищный какой-то дамаг сейчас демонстрирую. 2-б. Гро включает Сол Чарльз. Пошел прессинг. У Гро есть еще метр, он может включить свой Сол Чарльз. Гадывает. Хватит ли дамага? Да. Хватает дамага, поздравляю.